Светлого дня, дамы и господа! Я, Анна Пеичева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю. Сегодняшний выпуск посвящен суровому царю, который был удивительно нежным отцом. Почитаем трогательные письма Александра Третьего к сыну Николаю и дочери Ксении. На рабочем столе императора всегда стояли цветы, собранные его детьми во время прогулок по Гатчинскому парку. За этим столом Александр Александрович подписывал самые жесткие указы, стучал по нему кулаком так, что министры от страха теряли дар речи. Но потом грозный государь бросал взгляд на подснежники в милой вазочке и преображался, прятал в бороду улыбку. Единственной слабостью Александра Третьего была его семья. В его письмах к сыну столько любви, а как затасковал император, когда понял, что дочь стала взрослой. Но обо всем по порядку. Часть первая. Самый лучший папа. У императора было шестеро детей. Один из них скончался в младенчестве. Александр Александрович почти не вмешивался в их воспитание. Всем заправляла жена, императрица Мария Федоровна. Она решала, каких учителей пригласить во дворец, куда детям поехать на каникулы, какие книги им читать перед сном. Весь день у старших и младших был расписан буквально по минутам. Историк Александр Баханов рассказывает. Мария Федоровна наследовала принципы воспитания, проверенные на ней самой при датском дворе. Она была не склонна заниматься мелкой опекой, никогда не сюсюкала с сыновьями и дочерьми, но всегда требовала выполнения ими своих обязанностей и безусловного подчинения. Еще она требовала правдивости. Зато отец всегда находил время для игр и баловства, даже когда государственные дела отнимали все его силы. Александр Александрович непременно брал детей с собой за грибами, на рыбалку. А иногда младшая дочь Ольга просто пряталась у него под столом, пока император совещался с министрами. Но веселее всего было в отпуске, который царская семья проводила на родине Марии Федоровны в Дании. Здесь русские монархи чувствовали себя обычными людьми и вели себя непринужденно. Великая княгиня Ольга Александровна потом вспоминала. «Мой отец, он был охочь до всевозможных шалостей. То, бывало, поведет нас к мутным прудам искать головастиков, то в дедушкины сады воровать яблоки. Однажды он наткнулся на садовый шланг для поливки и направил его на шведского короля, которого мы все недолюбливали. Папа участвовал во всех наших играх, из-за него мы опаздывали к трапезе, но никто нас не корил. Помню, иногда пребывали с депешами курьеры, но телефонной связи с Петербургом не было, так что три недели, проведенные в Дании, по-настоящему обозначали для него передышку. У меня было такое чувство, что во взрослом мужчине продолжает жить мальчишка». Великая княжна Ксения была папиной любимицей. Во время катастрофы царского поезда она пострадала больше других детей и всю жизнь мучилась из-за проблем с позвоночником. Отец проводил с ней много времени, историк Людмила Сукина сообщает. Не имея по состоянию здоровья возможности играть и резвиться с братьями и сестрой, Ксения взяла на себя обязанности семейного секретаря и летописца и во время отсутствия отца дома писала ему подробные письма о том, как все живут без него, чем занимаются. А потом Ксения выросла и император просто не мог с этим смириться. Как-то раз в апреле 1892 года он написал своей супруге необычайно пронзительное письмо, своего рода исповедь. Мария Федоровна была в отъезде, Александр Александрович остался дома с уже взрослыми детьми и вдруг понял, что он страшно одинок. Ксения теперь меня вполне игнорирует. Я для нее совершенно лишний, разговоров никаких, никогда ничего не спрашивает, ничего не попросит. А я рад был бы так сделать ей удовольствие хоть в чем-нибудь. Например, в прошлом году зимою, когда Ники не было, я ездил с нею раза два-три кататься в санях и сказал ей, что если когда она захочет, чтобы сказала мне, я с удовольствием возьму ее с собой. Она ни разу не попросила меня. В эту зиму я надеялся, что хоть раз сделает мне удовольствие и попросит покататься с ней. Нет, я так и не дождался. Наконец, я сам ей предложил раз поехать со мной, но неудачно, так как она должна была ехать с тобой в тот день. Я надеялся, что она мне скажет хоть что-нибудь потом, что ей жаль, что это не удалось, и что она попросит меня поехать с ней в другой раз, но не слыхал от нее ни одного слова. Как будто я ей ничего не предлагал и ничего не говорил. Меня это очень, очень огорчило, но я не хотел об этом говорить, потому что мне было бы слишком тяжело, а главное, к чему. Если нет этого чувства ко мне у нее, это значит, я виноват, не сумел внушить ей доверия и любви ко мне. Я должен сказать, что постоянно радовался и ждал того времени, когда она подрастет, растет, чтобы с ней кататься, ездить в театр, увеселять ее. Но ничего этого нет, я ей не нужен. Со мной ей скучно и ничего общего между нами нет. Только утром поздороваемся, а вечером спокойной ночи, и все. Умоляю тебя, ничего ей об этом не говорить, будет еще хуже, так как будет ненатурально, а для меня еще тяжелее. И окончательно это ее оттолкнет от меня. Часть третья. Отец будущего императора. Некоторые историки осуждают Александра Александровича за излишнюю мягкость по отношению к старшему сыну. Отец берег цесаревича от жизненных неурядиц, не давал ему самостоятельности. Возможно, впоследствии это воспитание сыграло роковую роль в судьбе Николая II. Он с трудом принимал решения и очень зависел от мнения окружающих. Однако, пока отец был жив, цесаревич наслаждался беззаботными деньками. Он был под сильным, надежным крылом. Николай всегда с нетерпением ждал очередного письма от дорогого папа. В этих посланиях нет нудных отцовских нравоучений, нет философских рассуждений, нет высокомерия наставника. Это самые обыкновенные бытовые истории о всяких мелочах, из которых и состоит счастье. 14 июля 1891 года Мой милый Никки, благодарю тебя от души за твое интересное письмо о твоем пребывании во Владивостоке и путешествии по Амуру. Воображаю, как много интересного и необыкновенного ты увидел за все это длинное и утомительное путешествие через Сибирь. Немногим посчастливится сделать подобное путешествие. Какая радость, что с каждым днем ты все подвигаешься ближе к нам, и с каким нетерпением мы все ждем тебя обратно домой. 4 января 1891 года Вот мы уже и на зимних квартирах, то есть в Петербурге, в нашем дорогом старом Аничкове. Но вас еще больше не достает, и пустота страшная. Ксения, конечно, натащила к себе почти все свои вещи из гадчины. Ее комната совершенно наполнена фотографиями и массой безделушек, и старается изо всех сил показать, что она больше не девочка, а взрослая девица, понимающая себе цену. И одевается наряднее и с шиком. И действительно, я должен сознаться, что хорошо одевается и умеет носить ловко и красиво свои платья. Каток наш великолепный, и вал кругом, благодаря массе снегу, валившему все эти дни, совершенно как под конец сезона, очень высокий. Пес-ворон сейчас же прилетел на вал и приглашал меня возиться с ним, что я и исполнил, и наполнил ему рот снегом, что его вполне уконтентовало и успокоило. Александр Третьего тяготила власть. Он не хотел корону и сопротивлялся ей, в молодости даже пытался отречься от престола. Да и потом, став императором, Александр Александрович поселился в крошечных комнатках Гатчинского замка и ходил дома в старых штанах за платами. Он никогда не заботился о том, чтобы войти в историю великим императором, не обращал внимания на критику своей государственной деятельности. Но Александра Александровича всегда волновало, каким запомнят его собственные дети. А они сохранили о нем только светлые и радостные воспоминания.